Сегодня депутаты рассматривали важный для Сочи документ. По программе социально-экономического развития город будет жить до 2017 года. Поэтому депутаты не спешат, обсуждают каждый пункт программы и делают свои замечания, предложения. Мы хотели бы в этой программе, учитывая, что она действует до 2017 года, именно видеть вопрос развития экономики нового города. Мы хотели бы увидеть именно новые интересные инвестиционные предложения. Мы хотели бы увидеть, как изменится ситуация, как будет расти экономика города, именно с учетом олимпийского наследия и его использования. Безусловно, все полны рост доходной части бюджета города. А как иначе нам развиваться и жить? Будущее города – это расселение людей из аварийного жилья, строительство жилых домов и детских садов, развитие города как курорта, который теперь после международного признания просто обязан конкурировать с другими зарубежными курортами. Народные избранники предложили принять программу только в первом чтении, а пока отправить документ на доработку. В декабре внесли документ. Я не считаю, что мы в феврале, мы его неделю не решим, мы с ним работаем. Мы один раз отдаем те вопросы, которые у нас появляются. Мы показываем, что нужно изменить. Ведь это же не была критика сегодня со стороны депутатов. Был предметный творческий разговор, что нужно менять и что нужно сделать. И мы готовы работать в единой команде, за единым столом круглым и находить эти решения. Транспортная схема города, действующая в олимпийский период, может остаться и в будущем, отметил мэр, общаясь с депутатами. Народные избранники передали ему пожелания сочинцев, чтобы в Сочи и после Паралимпиады, как и сейчас, можно было бы без пробок попасть в любую часть города. Депутаты готовы поддержать решение мэра, если олимпийские полосы будут оставлены под полосы для общественного транспорта, а электрички станут постоянно действующими. Прекрасная ласточка. У нас это метро, я его называю. Это сочинское метро. И я встречаюсь с железнодорожником, и мы говорили на эту тему, они сами попросили. И была просьба оставить эти электрички в городе. С учетом интервала, и он будет выработать необходимый интервал, который как бы будет нужен людям, студентам, которые приезжают, вечерние, утренние, в обеденное время. Эти электрички у нас останутся. И это снимет нагрузку. Отметили депутаты сегодня и плюсы пропускного и досмотрового периода на железнодорожном транспорте. О результатах деятельности Сочинского линейного управления МВД России отчитался его руководитель Олег Молчанов. О результатах деятельности полиции начальнику в этой города Сочи Василий Умнов. Благодаря системе «Безопасный город» удалось контролировать ситуацию в период проведения зимних игр. Работа в усиленном режиме продолжится и на период Паралимпиады. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.